друзья всех приветствую в ходе торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки снова напоминаю что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркет с торговыми идеями где на ежедневной основе мы постим аналитический контента общие новостные сводки конкретные торговые рекомендации все для того чтобы у вас было больше информации друзья для принятия торговых решений если есть какая-то особая потребность оставить обратную связь и фидбэк делайте это посты можно комментировать можете фидбэк и обратную связь передавать через своих персональных менеджеров поскольку у каждого клиента компания маркет са есть такой ну что сегодня первый день когда мы реально можем открыв экономический календарь выделить отчеты за которыми стоит последить сегодня на повестке этого экономического календаря во-первых данные по промышленному производству еврозоны это статистика которая будет опубликована в 12.00 по московскому времени за евро мы следим в статистику и особо хорошую не верю потому что это будет нонсенсом и парадоксом на фоне последних отчетов по деловой активности в сфере услуг в промышленности по составным индексом на фоне бизнес оптимизма но каких хороших цифрах о производства может идти речь следом за отчетом по промышленному производству выйдут данные по индексу потребительских цен канады это в 15.30 по московскому времени за ганациям мы тоже наследим я когда непосредственно перейдем канадскому доллару друзья прокомментируют перспективы того что стоит ожидать именно от этой валюты в свете предстоящего отчета по инфляции и закрывать торговую сессию будет релиз по запасам нефти в сша в 1730 потенциальный триггер для котировок и бренды и да у детей посмотрим как собственно нефти на этот отчет отреагирует ну а теперь по порядку предлагаю по старой доброй традиции начать с индекса американского доллара который котируется на отметке 100.70 максимум мы ранее видели на планке 101 и в принципе уже радовались тому что индекс доллара наконец-таки смог обозначить какие-то более-менее приемлемые уровни сопротивления чтобы мы будучи уверенными в том что индекс американской валюты обязаны расти получили еще больше этой уверенности я по прежде не сомневаюсь в том что индекс доллара фактически выйдет на новые максимумы с учетом той фундаментальной поддержки которая имеет место быть долгое время много раз и однократно мы с вами обсуждали какие изменения должны произойти с монетарной политикой американского регулятора на ближайших двух по сути судьбоносных заседаниях фрс это в мае и июне и ориентировались как раз на повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов и начало сокращения баланса как вынужденные меры на которые регулятору придется пойти в свете последнего роста инфляции которая как вы помните обновила максимум со 40 лет и превысила 8 процентов фактически показатель составил 80 половиной процентов и несмотря на то что многие представители американского регулятора позволили себе сделать комментарий о том что эти значения по инфляции скорее всего пиковые я такой точки зрения не разделяю считаю что пиковые значения еще впереди а попытка не признавать это сейчас это лишь желание а найти хоть что-то хорошее и подсластить пилюлю скажем так что хоть что-то хорошее в на крайне негативным фундаментальном афоне бороться с инфляцией необходимо нужно действовать жестко и большое спасибо булларду который в начале этой недели отправился в что индекс доллара в район а 101 а пункта он первым из представителей американского регулятора был когда-то в конце прошлого года кто начал активно высказываться за необходимость агрессивного повышения процентной ставки сейчас он стал первым представителем фрс а о том что кто выступил за важность и по сути необходимость такое же повышение ставки сразу на 75 базисных пунктов следом за боллардом у нас была возможность послушать вчера бостика и эванса это конечно же не такие авторитетные члены американского регулятора но они также касались вопроса уместности повышения ставки на 70 базисных пунктов я надеюсь друзья разбирая вот это фундаментальный фон становится на и вам станет а понятнее что нас как будто бы готовят к тому что ставка будет увеличена более значительным шагом и готовит потому что фрс обязан это сделать потому что американскому регулятору не нужен всплеск волатильности по факту какого-то решения которому мы как трейдеры инвесторы спекулянты не будем готовы ну что ж если фрс реально рассматривает возможность повышения ставки на 75 базисных пунктов я не против друзья потому что при таком шаге индекс доллара гораздо быстрее сделает наши цели в районе 100 3 104 пунктов главная задача американского регулятора сейчас вернуть ставки их нейтральным значением они находятся примерно в районе 3 3 с половиной процентов есть куда расти тем более что сейчас ставка на целых пять десятых процентов далее идем золото скорректировалась 1943 доллара за тройскую унцию причем инициатива локальной перешла к продавцам но фундаментальным фон остался прежним то есть участники рынка по-прежнему говорят о значительных рисках инфляции понимают что инфляция будет расти причем факторы это этого инфляционного роста начиная от цен на сырьевые активы и заканчивая проблем с логистикой это движущая сила которая не ослабевает я поэтому при выходе слить следующих отчетов по индексу потребительских цен когда мы увидим новые пиковые уровни интерес к золоту снова появится если вы не готовы долго ждать восстановление цен тогда возможно вам стоит посмотреть на другие инструменты которые мы комментируем и попробовать заработать там если же вы согласны с тем что золото точно еще приблизится а может быть даже обновить локальные максимумы тире исторические максимумы тогда вам не нужно переживать и держите ломки с целями закрепления этого актива выше 2000 долларов за тройскую унцию рынок нефти 108 23 по бренду 103 доллара по wti здесь можно перечислять факторы почему нефти может показать по сути взрывной роста в любой момент это напряженность в ливии которая уже привела к приостановке работы крупнейшего месторождения эль-шарара следом были закрыты несколько крупных портов и по сути заблокирована ангрузка сейчас больше чем на 1 миллион баррелей в сутки и это тот момент когда рынок ну совершенно не был к этому готов и не может справиться с еще одним источником который выбывает из глобальных поставок и увеличение мирового предложения когда мы и так говорим о сплошном дефиците ну есть то что есть опек добывает сейчас почти на полтора миллиона баррелей меньше чем должны были в соответствии с квотами страны с вот-вот согласует новый пакет финансово-экономических санкций который может распространиться на и должность поставить на энергетический сектор россии это тоже крайне позитивный момент который априори спровоцирует ну позитивный возьмем кавычки потому что наверное любое решение относящиеся категории санкций но является аномальным и этот термин он не работает но вы должны понимать что при эмбарго на энергоносители в моменте формируется шоковая шоковый сценарий реализации именно еще большего дефицита предложений и это сказывается на котировках поэтому как отмечали эксперты bank of america и сиси 115 120 долларов за баррель это цель на ближайшее время я разделяю точно такую же точку зрения европейская валюта 1 18 20 ждем сегодня снижение постфактум выхода данных по промышленному производству целом даже если евро не отреагирует на локальный отчет у нас впереди выборы во франции и рост политической неопределенности и возможно даже реализация не так невероятного сценария как победы липен точно станет причиной серьезного якоря для главного валютного риска и отправит евро к нашей цели которые мы поставили на отметке 107 и доллар канадец друзья сегодня ждем движения в район 1 24 50 совсем скоро в 15 30 выйдут данные по инфляции по прогнозу как базовая так и основная инфляция вырастут рост инфляции повышает шансы на то что банк канады будет активнее повышать процентные ставки и ко всему прочему мы еще ждем 25 апреля как канадский регулятор выполнить свои обещания и запустит программу количественного ужесточения на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока